Аслан Бзасежев – молодой и талантливый спортсмен, который уже много лет стремится к вершинам в мире тяжелой атлетики. Начав заниматься этим видом спорта в 14 лет, он быстро проявил себя как один из будущих звезд этого направления. Начал я в 14-м году, в конце где-то. Получается, 50-й год идет. Выбрал, как-то случайно, всегда получается, наверное. Сошел в зал, что-то понравилось, остался. В 9-м классе я начал заниматься. Огромную роль в его становлении сыграли тренеры, которые терпеливо и наставнически вели его по пути к успеху. Благодаря их профессионализму и поддержке Аслан смог выйти на высокий уровень и участвовать во всех всероссийских соревнованиях. Первый тренер Зараншоков Адам. В этом зале я начинал заниматься. Где-то полгода с ним занимался, потом переехал я в Майкоп учиться. Там уже у меня был тренер Меджит Геметович Хуажо. Но его не стало. Потом я перешел к Сьюхову Аслану, к моему тренеру. Спасибо ему. Вот с ним мы это все выигрывали уже. И сейчас он мой тренер Сьюхов Аслану. В каждом соревновании Аслан Засежев всегда находится в тройке лидеров, готовый дать отпор опытным и крепким соперникам. Его опорство и стойкость и сила помогают ему достигать новых высот. Главный тренер сборной России Сергей Сергеевич Паразян. В 2015-2016 я сказал, что самое лучшее, чтобы не было травм, это усовершенствовать каждый день технику. Чем лучше твоя техника, тем меньше травм у тебя будет. Твоя самая запоминающаяся победа? Каждое соревнование я помню очень хорошо. В 2019 году Россию выиграл в первенстве России в Москве. 30 марта даже сейчас помню. Вот тогда была очень сильная заруба такая с Кириллом Астеевым. 56, нет, 61 килограмм категория АБУ. Очень сильно так зарубились. И вот этот, наверное, запомнилось лучше всего. В Всероссийске я все, что можно, выиграл. Везде был в тройке. Участвовал на первенстве Европы в международных соревнованиях. В подготовке за два месяца начинаем заниматься. В день две тренировки. В четверг, в воскресенье, выходной, банный день, отдыхаем. Одна тренировка проходит два часа. Занимаемся много, упорно. И идет такая очень монотонная работа. Каждый день поднимаем железо. Баня – это такой ключевой процесс, что без бани никуда. Нужно париться, восстанавливать мышцы. А когда ты в день две тренировки делаешь, вечером ты уже никакой, хочется спать. А сон еще очень сильно помогает. Надо вовремя ложиться спать, заблюдать режим. И это все в совокупности помогает восстанавливаться, отдыхать с друзьями, наверное. В копилке достижений молодого спортсмена – многочисленные награды и титулы, подтверждающие его мастерство и талант. Его имя уже знакомо многим любителям спорта. Какие цели и мечты преследуете в своей спортивной карьере? У каждого спортсмена подняться выше, 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 еще выше. Европа, мир, Олимпиада. Ну а сейчас выступают на чемпионатах России. Сейчас будут игры «ПРИКС», игры «Дружбы». Много стран туда подъедут. И пока оттуда готовимся. Асалон Ильки – пример того, как труд, настойчивость и вера в свои силы могут помочь достичь поставленных целей и стать лучшим в своем деле. Его история вдохновляет многих на путь к успеху и победам, показывая, что ничего невозможного, если верить в себя и работать над собой. Ну самое главное – терпение. Именно спорт, не только тяжелая атлетика, именно спорт очень тяжелый. Многие сдаются, не дойдя до какого-то результата. Надо терпение, тренироваться, тренироваться, несмотря ни на что. И в конце что-то получится. И надо выбирать очень правильно тренера. Тренера очень много, что зависит от процентов 50. Мы в свою очередь желаем Асалону дальнейших побед.